Приветствую на канале Психология Таро. Сегодня у нас расклад на четырех королей и посмотрим, что с ним сейчас происходит. Четыре варианта. Первый у нас король жезлов по знакам зодиака это стихия огня овен лев стрелец. Второй вариант это пентакливый король это стихия по знакам зодиака земная это телец девок озерок. Третий вариант стихия воздуха и мечевой король по знакам зодиака это близнецы и весы и водолей. И четвертый вариант это кубковый король стихия воды и по знакам зодиака рак скорпион и рыба. Выбирайте свой вариант. Приветствую всех кто выбрал первый вариант джезлого короля и по знакам зодиака это овен лев и стрелец. Так на заднем плане если чтобы кошечка играться так что не обращайте внимание. Мы посмотрим сигнификатор вашего мужчины, что с ним происходит сейчас, о чем он жалеет и что собирается делать и собирается ли вообще что-то делать. Итак сигнификатор мужчины, что у него сейчас жизнь происходит, что в жизни происходит, о чем жалеет, и что собирается делать и будет ли что-то вообще делать. Если что-то нужно будет дополнять, соответственно у нас будет помощница колода. А так начинаем, приступаем. Сигнификатор партнера. Если здесь его узнаете, тогда есть смысл смотреть дальше. Итак мужчина такой, который любит, когда его слушаются, все что он говорит, делают, чтобы ему особо не перечили, может быть достаточно твердым, жестким, любит власть, любит доминировать, любит, но я бы сказала, чтобы женщина была как или в зависимости или в подчинении от него. То есть такой, знаете, я бы сказал, властный человек, но несмотря на это достаточно эмоционально проявленный. То есть если он хочет, если нужно показать какие-то свои чувства, эмоции, он может это сделать. То есть он не такой холодный, дистантный, он больше такой, знаете, доминирующий. То есть как, в принципе, если брать как архетип, как отец, как главный мужчина и в то же время он сам может показывать любовь, давать любовь. То есть вы не чувствуете себя в каких-то ограничениях. Но если говорить, о том, что, ну, про уровень интеллекта, давайте так скажу, ну, оставляя желать лучшего, да, где-то может быть действительно много чего не понимать. Может быть, остался как-то вот в старом понимании мира новые веяния, новые какие-то течения для него проблематичны для принятия, для понимания. Вообще, в принципе, обучение человеку дается достаточно тяжело. То есть вот условно, что он когда-то выучил, вот он с этим так дальше остается жить. И нового он как бы не приемнет в свою жизнь. Если здесь узнали своего мужчину, продолжайте смотреть дальше. Если точно не про вашего, сходите на другие расклады, может быть, на другие варианты. Возможно, там по сигнификатору вы узнаете своего мужчину. Итак, давайте смотрим, что с ним происходит. Так, что с ним происходит. Ох ты ж, ешки-матрешки. Так, но давайте неприятная будет для вас информация. Что как-то смечить. Давайте я вам несколько трактолог дам, чтобы уж не рубить горячо. Итак, первый вариант, который здесь может проходить, это про то, что мужчина мечется между двумя женщинами. И действительно ему как-то сложно определить. И знаете, и с одной, и со второй он как-то не совсем как-то может совладать. То есть учитывая, что он у нас в энергии рыцаря, а здесь у нас королевы. То есть я бы сказала, что женщина намного сильнее его. Здесь одна по материальной базе сильнее, другая в интеллектуальном смысле сильнее. И здесь, конечно, он выступает больше как такой... Ну, у меня есть цель, я вот к ней иду. А какую из женщин мне выбрать, я пока не определился. То есть я пока на выборе. Здесь может проходить то, что он одновременно может гулять с двумя, да, скажем, и с одной, и с другой встречаться. Или же, имея одну постоянную партнершу, есть кто-то на стороне, с кем человек общается. А уж общение там смотрите сами. Может быть, вы действительно или та женщина, которая с ним находится в постоянных отношениях, и он от вас куда-то там с кем-то ходит пообщаться. Или же вы именно та, кто с ним периодически общается. Если мы будем смотреть ситуацию, рассматривать вот эти карты как энергию мужчины, то есть он в этом находится, то я скажу, у мужчины достаточно пассивную позицию занял на данный момент в своей жизни, несмотря на то, что он огненный, он у нас жезловый король, да, очень здесь проигрываются именно женские энергии, когда я больше, знаете, смотрю, что в мире происходит, кто ко мне с чем придет, кто мне что принесет, и тогда уже потом я буду что-то решать. То есть я бы сказала здесь, если мы смотрим вот по этому сигнификатору, то человек потерял все свои какие-то стремления именно вот мужского плана. Я хочу, я могу, я делаю, да, а больше про то, что а что ты мне можешь предложить, а что ты мне можешь принести, а что ты мне можешь дать, да, то есть вот такая позиция может проигрываться. Поэтому смотрите, кто, если в контакте с этим мужчиной знает, что у него там происходит, то есть смотрите, какая трактовка и формулировка вам больше подходит. Дальше, о чем жалеет? Что упустил шанс на любовь? Действительно, знаете, не мог то ли понять вовремя, что это именно тот шанс, который мог бы действительно дать ему что-то. Вот встретил женщину, мог бы проявиться, мог бы, а он как будто бы, знаете, не мог оценить ценность этой женщины, и поэтому, ну, как-то все потерялось, все, ну, знаете, как упустил, вот, ну, действительно упустил шанс. То есть шанс он был, то есть эта женщина была в его жизни, он ее встретил, да, он как-то к ней проявлялся. Но, знаете, то ли невозможность по его характеру как-то подстроиться, как-то где-то, может быть, себе наступить на горло, да, где-то промолчать, где-то больше поставить женщину выше себя и так далее, да, а вот не смог, не справился. То есть действительно, знаете, вот эту ценность он не смог оценить, и вот об этом он прям жалеет. Ну и давайте смотреть, собирается что-то делать или нет, и будет ли делать. По крайней мере, что хорошо, он вернет свою позицию императора. То есть сейчас он находится как сигнификатор, да, он в перевернутом позиции императора, он придет в прямую, по крайней мере, это очень хорошо. То есть мужчина вернет себе вот то истинное понимание, кто такой мужчина, что он делает, что вообще, за что он отвечает, перед кем он отвечает и так далее, да, то есть за кого он берет ответственность, что в его силах, что он не может сделать. Ну то есть, понимаете, к нему придет вот это понимание, что я хочу быть мужиком, не вот каким-то тут вот таким вот, который непонятно о чем и что, а я хочу быть действительно мужиком. Но, знаете, вот прям действительно проявление, проявление действий в вашу сторону, вот этого точно не будет, по крайней мере, в ближайшее время, потому что, знаете, как-то у человека сейчас с ресурсами, ну тяжело. Здесь у нас и шестерочка переворачивается, это когда у меня нет дополнительного ресурса, то есть я не могу кому-то что-то отдавать, раздавать, да, мне нужно это сохранить при себе. И здесь вот этот пожонок, он про неспособность зарабатывать. Здесь, возможно, мужчина временно потерял какую-то свою стабильность, свою работу. Может быть, он опять же перешел на новую работу, и там ему достаточно тяжело, вот знаете, как встать на правильные вот эти рельсы дохода и расхода, да, чтобы он мог понимать, что действительно, да, вот то, что у меня есть, это мое, мне этого достаточно и так далее. Здесь действительно может еще проходить такое, что, допустим, вот по этой шестерке, если мы посмотрим немножко в другую сторону, то я все свои ресурсы раздал, да, может быть, на этих женщин, может быть, действительно, знаете, ухаживая за одной, второй, третьей, действительно, человек настолько протразился, что, ну, упустил вот этот шанс, ну, даже не то, что шанса, ну, ниточку, да, как контроль какой-то за финансами упустил. Здесь еще то, что может быть, кто-то в окружении действительно, знаете, как от него подсасывал вот это, ну, помоги, помоги, да, мне еще, еще, еще. Соответственно, человек помогал, и вот опять же потерял контроль над этим, да, и сейчас понимает, что у разбитого корыта условно, и в плане материальности, в плане финансов здесь очень тяжело. Но, что хорошо, человек, ну, ваш мужчина, или же он бывший, вы его загадываете, или у вас там сейчас что-то такое непонятное в отношениях, он, по крайней мере придет вот в это понимание, кто такой мужчина, ну, опять же, кто такой император, да, что он делает в своей жизни, чего не делает, опять же, да, и куда идет, и чего добивает. То есть здесь, миленькие мои, если вы ждете прямо его сильного-сильного проявления, вот пока точно не предвидится, пока я имею ввиду, ну, месяц-два, это ближайший месяц, ну, плюс-минус всегда расклады на месяц, если не задается какое-то другое время. Поэтому, пока-пока, ждать нечего. Давайте я возьму совет вам, что вам теперь делать со всей этой информацией, которую вы здесь получили. Найдите, знаете, как дорогу к себе. Сдержите фокус на себе, занимайтесь собой, пытайтесь восстановить себя, если как-то отношения с этим мужчиной вас сильно пошатнули. Попытайтесь восстановить себя, прийти в баланс, в гармонию. Действительно, подумайте, может быть, о том, чего вы когда-то в жизни хотели, какие у вас были стремления, вообще, ну, может быть, в детстве, да, и занимайтесь больше собой. То есть, пока мужчина точно не двигается, поэтому, если, ну, не просто ждать себе, да, а займитесь собой. Действительно, вам это будет очень на руку. Итак, вот такой для вас расклад, вариант. Ставьте лайки, пишите комментарии, насколько отыгрывается. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И если хотите персональный расклад на эту же тему, мои контакты есть в описании. Связывайтесь со мной. и до новых встреч. Пока-пока. Второй вариант. Приветствую всех, кто выбрал земную стихию, Пентакливого короля, и по знаком зодиака, ваш мужчина, или телец, дева, или козерог. Итак, мы начнем с сигнификации. Посмотрите, проходит ли она вам, узнаете ли вы в ней своего мужчины, но если да, тогда продолжайте смотреть. Если нет, тогда, ну, соответственно, этот расклад в этот раз не для вас. Итак, мужчина, ну, вообще его сигнификация, да, чтобы вы его узнали. Далее, что с ним сейчас происходит? Что у него там? Что у него в жизни происходит? о чем он жалеет? О чем жалеет? И что собирается делать? И будет ли что-то делать вообще? Если что-то захочется прояснить, соответственно, будем прояснять. А так, давайте, настраивайтесь. Итак, сигнификатор мужчины. Какой он? Знаете, достаточно эгоистичный, я бы сказала, даже очень эгоистичный, в своих желаниях, проявлениях. Вообще, в принципе, знаете, можно сказать, что мужчина живет для себя. Если он чего-то хочет, он, вы знаете, будет с пеной у рта прям добиваться этого, пока этого не получит. И причем, знаете, может здесь и по головам пойти, может и действительно близким людям больно сделать. И, ну вот, гордыня очень подвержен, что я весь такой молодец, да, я самый лучший, я самый прекрасный, вы тут все вообще рядом со мной никто. Скажем так, если есть вариант выбрать, помочь кому-то или, ну, потешить свое какое-то, может быть, самолюбие, как-то прекрасно провести время, там, в своих интересах, он выберет второе. Соответственно, он для него самый первый, самый главный, самый вообще пуп земли. И, знаете, это то состояние, когда, вот, борьба ради борьбы. То есть, если есть где-то какой-то спор, если есть какое-то, знаете, вот на слабо, кому-то что-то показать, перед кем-то покрасоваться, как-то чем-то похвастаться, да, то вот этот мужчина, вот он впереди планеты всей, вот он это будет делать. Здесь очень может проигрываться, что мужчина действительно, знаете, падок на, ну, то, что, давайте я скажу, порицается. Это могут быть, там, алкоголь, это могут быть наркотики, как легкие, так может быть и тяжелые. здесь, как правило, скорее всего, все-таки более легкие, это, знаете, когда покурить травку, ну, а что такого, да, вот что-то типа такого. Может ходить по женщинам, и причем ничего зазорного в этом не видит, достаточно такой, знаете, легкий образ жизни вести, действительно, здесь может и как-то и переедать, и игромания здесь тоже может проходить. То есть, знаете, достаточно, вот, легко входят в какие-то зависимости, может опять же от других людей зависеть, ну, то есть, каким-то образом, да, то есть, может проходить такое. Поэтому смотрите, если здесь узнали своего мужчину, оставайтесь, смотрите, если точно не про вашего, или попробуйте сходить на другие варианты, посмотреть именно сигнификатор, не знак зодиака, да, больше смотрите на сигнификатор, все-таки он прям, в описании важнее, потому что у нас есть пограничные знаки, да, это тоже очень важно, асцеденты есть, поэтому сходите, посмотрите. Итак, что сейчас с ним происходит, что у него в жизни? Так, ну, есть у него какая-то королева кубков, какая-то любимая женщина, действительно, он может не быть с ней в официальных отношениях, это может проходить как и просто, мы встречаемся, да, но это, понимаете, то, когда я люблю эту женщину, она моя любимая, она прям, ну, супер для меня. Здесь есть очень много всяких страхов, сомнений у человека по поводу того, чтобы как-то с ней дальше что-то строить, идти или куда-то во что-то более, ну, прям серьезное, потому что у нас здесь между этой женщиной, и дальнейшими этими планами колесницы, да, стоит все-таки луна, это про страхи, про неуверенность, это про, а стоит ли, а может быть, нужно еще что-то посмотреть, поискать, а может быть, здесь какие-то скрытые камни, а может быть, она вот просто сейчас такой перекидывается, хороший, прекрасный, да, по факту, как только мы с ней двинемся во что-то серьезное, она мне там устроит, то есть будет что-то не то, и так далее, понимаете, то есть человек действительно, знаете, пытается найти какой-то скрытый смысл вообще во всем том, что происходит, но что здесь может проигрываться, что вы, то есть, давайте мы рассматривать, что если вы, это королева губков, вы знаете, что вы с ним находитесь в отношении, да, так вот у человека сейчас вот такая дилемма происходит, что стоит ли что-то дальше развивать, стоит ли куда-то дальше двигаться, если вы, ну, давайте так, у вас нет такой перспективы на развитие, может быть, вы смотрите на бывшего своего, да, то вот, вот может быть такая ситуация, когда у него, в его жизни есть новая женщина, да, с которой он думает, а стоит ли что-то дальше развивать, поэтому смотрите, что вам больше подходит, или то, или то, не притягивайте все слова, да, под свою ситуацию, а все-таки фильтруйте. Так, давайте смотреть, о чем человек жалеет. вот это та ситуация, когда нужно будет сейчас прояснять, потому что действительно человек, как будто, вы знаете, пытается отстоять свою вот эту королеву кубков, что, ну, она действительно королева, то есть она действительно та, которая любит меня, которую люблю я, но понимаете, что-то вот вообще в принципе, если брать в отношениях, то что-то человека не устраивает, прямо, знаете, на эмоциональном фоне, когда я не чувствую какой-то, может быть, ну, достаточного количества эмоций, достаточного проявления любви, что я не чувствую, да, что как бы мне хотелось бы, чтобы меня любили, да, или же, она как-то не так меня любит, ну, как-то по-другому, но в то же время, но она же моя любимая, да, то есть, ну, понимаете, какое-то вот такое, давайте проясним, по поводу чего, эта тройка кубков здесь перевернута, что он тут пытается, слушайте, если вы с этим мужчиной в отношениях, да, и вот эта кубковая королева, это вы, мы сейчас этот вариант сейчас рассмотрим, это про то, что действительно человек, давайте скажу, боится, не сделает ли он опрометчивый шаг, потому что у нас здесь опять выходит колесница, опять мы идем вперед, это про стремление, про цели, и мне этого будет мало, мне этого будет недостаточно, то есть, знаете, вот страх перед каким-то разочарованием, возможно, он вам дал уже какой-то свой первый ответ, да, как-то вы там к чему-то пришли, что да, мы идем дальше в светлое будущее, все у нас прекрасно, и вот здесь у человека получается вот эта вот жалость, вот это сожаление, что а вдруг я сделал опрометчивый шаг, а вдруг все будет не то, а вдруг, когда мы туда пойдем, и что-то вот прям действительно, то ли любовь угаснет, то ли как-то, ну, все не так будет, как я хочу, не так, как я планирую, и так далее, понимаете, здесь прям действительно у человека, ну, вот эта луна, вот эти сомнения, его прям сильно обуревают, одолевают, давайте смотреть, будет ли что-то он делать, и что вообще, ой, ну, смотрите, давайте так, динамика очень хорошая, про то, что действительно, нужна трансформация, нужно что-то менять, нужно, во-первых, менять свое понимание, то есть, если он дальше пойдет с луной, там будет плохо, соответственно, человек, ваш мужчина понимает, что нужно что-то менять, если я хочу идти сюда, мне действительно нужно стремиться к чему-то большему, мне нужно хотеть чего-то большего, не циклиться на том, что вот я сейчас могу потерять, да, идея в эти отношения, а здесь больше на то, что я приобрету, здесь опять же, смотрите, вот это ваш, вот здесь четверочка перевернута, и здесь она прямая, действительно, человек идет в трансформацию какой-то стабильности, для того, чтобы, знаете, как получить какую-то вот базу, в которой он будет уверен, соответственно, со своей императрией, да, то есть, действительно, женщина, которая моя, уже прям главная, я ее выбрал, это уже жена, супруга, с которой мы идем дальше по жизни, слушайте, хорошие карты, здесь именно на то, что я здесь не рассматриваю, как бывшего мужчину, давайте так, вот если вы смотрите на бывшего, здесь этот вариант особо не просматривается, или же, давайте так скажу, если вы расстались с бывшим, и у вас такой момент еще, знаете, когда можно что-то склеить, можно что-то вернуть, вот тогда это может проиграться, если вы там разошлись год, там полтора-два больше назад, это точно не вариант про бывшего, здесь больше про то, когда мужчина действительно решается на хороший, такой, знаете, ответственный шаг в своей жизни, это вот про это, так, ну что, ставьте лайки, пишите комментарии, насколько у вас отыгрывается расклад, подписывайтесь, если еще не подписаны, и если вы желаете на эту же тему, персональный расклад для себя, мои компакты есть в описании, связывайтесь со мной, ну и до новых встреч, пока-пока, приветствую всех, кто выбрал третий вариант, и это стихия воздуха, по знакам дитяка, это болезницы, весы и водолей, если к этим знакам относится ваш мужчина, продолжайте смотреть, мы начнем с сигнификатора, это для того, чтобы вы понимали, ваш мужчина или нет, про него будет идти дальше рассказ или нет, это общая характеристика, это не то, что сейчас не происходит, а вообще какой он человек, и так, ваш мужчина, далее, посмотрим, что с ним сейчас происходит, что у него там в жизни, что у него сейчас в жизни происходит, о чем он жалеет, особенно актуальны тем, кто расстался не так давно, да, или у кого пауза, какая-то затишья, может быть ссора, о чем жалеет, и что собирается делать, и будет ли вообще что-то делать, ну посмотрим, что собирается делать, будет ли делать вообще что-то, так, ну приступим, ваш мужчина, какое, так, ну давайте начнем с того, что мужчина на женских энергиях, это больше про то, когда он мотивирует всех вокруг, на какие-то свершения, а сам сидит и наблюдает, в принципе, очень хорошо проигрывается с мечевым королем, да, когда я продумал, я там простроил стратегию, я занял какую-то лидерскую позицию, да, но я сам ничего, скажем так, не делаю, да, то есть люди делают за меня, то есть если ваш мужчина действительно такой, который может не только направить как нарост на какой-то, но это какие-то, давайте я скажу, не совсем правильные вещи, там условно взять на слово кого-то, да, типа ты там сможешь, да, и так далее, то вот да, это такое может быть, мужчина такой, знаете, любит наслаждение, да, так скажу, любит, когда все прекрасно, все весело, все как-то, знаете, легко, задорно, и здесь больше даже, смотрите, да, вот по этой девяточке перевернута, про то, когда, главное, чтобы мне было хорошо, главное, чтобы мне нравилось, если тебе не нравится, это твоя проблема, ты что-то там или в жизни не понимаешь, или ты вот в этих колбасных обрезках что-то не понимаешь, да, я кайфую, мне прекрасно, я вот так хочу жить, мне вот так нравится, мне так правильно, если тебе не окей с этим, совсем, ну, как бы твоя проблема, то знаете, тогда достаточно такое поверхностное отношение, может быть, как к жизни, так к работе, к отношениям, может быть, к деньгам в том числе, да, то есть, ну, я скажу так, не очень серьезненько, давайте так скажу, то есть больше про какие-то прелести жизни, про, здесь, знаете, даже вот по этой девятке может проходить то, что, знаете, как человек заигрывается своими какими-то вот этими утехами, наслаждениями, вот этими чувствами, да, вот прям укупается, уповается в них, вот прям совсем, и очень часто даже, знаете, ну, как чересчур, вот такое может проходить, ну, соответственно, если мы говорим про какую-то деятельность, да, то более такая пассивная, стратегия у него, позиция, да, если здесь узнали своего мужчину, оставайтесь, смотрите, если точно не про вашего, сходите на другие варианты, потому что у нас есть асценденты, которые очень сильно влияют на людей, если не проигралось по-солнечному, очень возможно, что проиграется по асценденту, итак, давайте дальше смотреть, что с ним сейчас происходит, давайте скажу, человек движется в своих, в направлении, которое он себе задал, здесь может быть действительно добивается своей цели, какой-то очень большой, здесь как от покупки недвижимости, так и до, не знаю, там, занимания определенной должности на работе, или же стремления к этой должности, так, это может быть создание вот вокруг себя того пространства, тех людей, которые вот о чем он мечтал, вот что для него будет прекрасно, хорошо, то есть знаете, с одной стороны все хорошо, то есть человек движется в направлении своего, вот этого понимания, как я хочу жить, но в то же время, знаете, здесь опять же, какой-то опоры на себя особо у человека нет, да, то есть сила, она перевернута, здесь может действительно, знаете, быть несдержанным человек, и не совсем правильно распределять свои энергии, свои возможности, свои таланты, навыки, да, то есть как-то, как будто бы, знаете, как в молоко постоянно бьет, может быть не постоянно, но мы смотрим этот момент, да, то есть да, я иду, я движусь, но, знаете, как с затратой больших ресурсов, чем мог бы, если бы человек смог грамотно применить себя, вот в данной ситуации, то не было бы столько потери ресурсов, здесь смотрите, идет пятерка, действительно, из-за того, что он неправильно себя в этом во всем предлагает, применяет, ну, то есть не те свои качества характера использует, действительно может быть такое, что я не скажу, что прям сильно потеря, финансов, а здесь, что если бы он мог заплатить меньше, если бы он правильно себя вёл, он бы заплатил, а поскольку он ведет себя неправильно, поэтому у него там может быть и счета выше, и условия не такие прекрасные ему предоставляются, то условно, знаете, как вот приходишь и там и брать ипотеку, и с каким-нибудь там консультантом как-нибудь там поругался, и что-то там как-то себя не так проявил, и тебе влепляют какой-то большой этот процент, хотя действительно ты мог бы меньше, соответственно, ты, ну, да, это хорошее вложение, это прекрасно, но по факту ты больше платишь за то, что ты, где бы ты мог заплатить поменьше, да, то есть это в принципе вот, ну, здесь не только про ипотеку, то есть не цепляйтесь к этому, а именно к тому, что действительно человек мог бы меньшими затратами получить то, что он хочет, вот сейчас к чему стремиться, а из-за того, что он неправильно себя как-то ставит или ведет, он действительно теряет ресурсы. Дальше, давайте смотреть, о чем он жалеет. У нас, я скажу, нелегкие расклады сегодня, очень много фигурных карт выходит, прям. Где, знаете, может проиграться такая ситуация, жалеет о том, что был развод. Давайте так скажу. Если вы смотрите на своего бывшего мужа, вот здесь действительно человек может жалеть о том, что вы развелись. Потому что, как потеря статуса, и вот это вот, так ли, у губкового кроля, то есть когда я, ну, скажем так, в одночасье, да, потерял что-то очень важное для себя. Так, или же, нет, давайте я проясню, потому что, что-то у меня другое, прям на ум ничего не приходит. здесь именно про то, что я перестал быть вот тем мужчиной, который был главой семьёй, да, у которого была любимая женщина, ну, когда, так скажем, вот этот социальный статус. Давайте, вот это будет, наверное, самое главное. Вот об этом мужчина жалеет. Здесь, если вы не были в браке, в официальном, но проживали вместе, и вы разошлись, это тоже к вам относится, это тоже может с вами проиграться, поэтому смотрите, здесь больше про это. Ну, и давайте смотреть, что собирается делать, будет ли что-то делать. Знаете, есть радужная трактовка, и не очень. Я хочу здесь тоже пояснить, чтобы чтобы, чтобы, чтобы. Так, ну, смотрите. Для того, чтобы вернуть свою какую-то материальную стабильность, да, потому что мы видим, что здесь человек действительно, ну, вкладывается, да, в будущее, в свое, в первую очередь, да, потому что здесь он действительно с этим разъездом, с разводом мог и финансовую базу какую-то свою потерять. Здесь больше про то, что человек прям ударно ринется на зарабатывание денег, на работу. Возможно, действительно, знаете, нужно, ну, вот это просто нужно для того, чтобы восстановить свой статус, потому что сейчас это больше про то, когда, ну, мне хочется, давайте я скажу, просто, чтобы меня оставили в покое, и я наслаждался жизнью. Вот это может быть про это. И здесь еще только так же про то, что наслаждаться жизнью в плане того, что у меня есть финансы для того, чтобы я мог расслабиться. сейчас у него в этом плане тяжело. Девочки миленькие, просто кто смотрит, кто надеется, что там придет там с цветами, кинется в ноги. Нет, человеку нужно восстановить свой материальный статус, свою вот эту базисность, да, и поэтому прям к вам проявления не будет. здесь больше про то, что человек вот прям действительно, знаете, как ошалелый ударится в зарабатывание, в какие-то дополнительные источники искать, для того, чтобы, знаете, можно было бы назвать его богатым человеком, да, или, по крайней мере, состоящимся человеком. Я хочу для вас взять совет, что вам делать со всей этой информацией, которую вы здесь получили, потому что если вы ждете, ну, как-то пока, пока точно карты этого не показывают, переведите фокус на себя, как вы можете проявиться в этом мире. Здесь больше про ваше проявление. Если вы ведете какой-то затворнический образ жизни, как-то вот, может быть, действительно тоже как-то хандрите, если у вас был вот этот разрыв, да, подумайте о своей жизни, о том, как вы можете, ну, давайте так, явить себя этому миру заново. То есть, сидеть просто, ждать, что мужчина вернется, как бы, ну, это не совсем правильный вариант, потому что мужчина пока занимается собой, своим восстановлением, своих возможностей, и ресурсов. Поэтому для того, чтобы вам не прозябать все это время, да, очнитесь, просто очнитесь от этого, возможно, какого-то ожидания, застоя, и начните проявлять себя в мир. И, очень возможно, там у вас будет всякие сюрпризы, подарочки. Ну, что, вот такой для вас расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии, насколько вас отыгрывается. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. И, если хотите, персональный расклад на эту же тему, мои контакты есть в описании, связывайтесь со мной. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Четвертый вариант. Приветствую всех, кто выбрал водную стихию и кубкову короля по знаком зодиака. Это рак, стрелец и рыбы. Мы посмотрим сигнификатор. В первую очередь, это как описание вашего мужчины. Это не то, что у него сейчас в жизни происходит, а вообще, какой он как человек. Поэтому, слушайте внимательно, узнаете его, смотрите дальше, не узнаете, тогда я вам расскажу, что делать. Итак, ваш мужчина, какой он? Далее, что с ним сейчас происходит, что у него там в жизни? О чем он жалеет? Если вдруг вы расстались, может быть, поругались, или вас, в принципе, на паузе, да, отношения временно. Посмотрим, о чем он там жалеет. и что собирается делать? И собирается ли вообще что-то делать? Что собирается делать? И собирается ли? Ну что, готовы? Давайте смотреть. Ваш мужчина, какой он? Знаете, я бы сказала, победа любой ценой. Вот это может быть, как девиз этого человека. Это про то, когда я чувствую, что я весь такой молодец, что я, может быть, на вершине мира, хотя по факту нет. И здесь действительно очень возможны такие ситуации, когда не совсем честно человек этого добился. В своих каких-то проявлениях, опять же, на работе, может быть такое, или вообще в жизненных, в каких-то критических ситуациях, человек, ну, знаете, я скажу, может вести себя не по чести. то есть, это вот опять же, когда на войне все средства хороши, лишь бы я добился того, чего я хочу, потому что, в принципе, сам человек больше про то, что я победитель, я вот должен получать то, что я хочу, я это получаю, я добиваюсь, а как я этого получаю, ну, уже не важно, главное, что я это получаю. Смотрите, если узнали здесь своего мужчину, оставайтесь смотреть дальше. Если нет, сходите, пожалуйста, смотрите именно сигнификатор на других вариантах, потому что, помимо солнечного знака зодиак, у нас есть асценденты, которые тоже часто проигрываются, как описание сигнификатора мужчины. Итак, для тех, кто узнал здесь своего мужчину, давайте смотреть, что с ним сейчас происходит, что у него там в жизни. Так, ну, печалька, давайте так скажем. Трансформацию проходит человек, именно, знаете, как в материальном, физическом плане, про то, когда всего недостаточно. Во-первых, сначала недостаточно ресурсов, и они особо-то ниоткуда и не появляются. То есть, знаете, как будто бы как двери закрыты на то, чтобы человек мог развиваться, мог богатеть, мог как-то что-то себе иметь, получать. и в то же время, понимаете, это его такое, а мне все мало, я хочу еще больше, мне недостаточно. Это, знаете, вот, опять же, вот это вот понимание, вот эта трансформация, в чем происходит, что мне и достать негде, и то, что у меня сейчас есть, меня не устраивает. То есть, я бы сказала, здесь полная смена вообще понимания материального, даже не то, что состояния, а, давайте так скажу, состояние не в плане, сколько у меня денег, а моего состояния, как насколько я удался, да, вот в материальном плане, насколько я могу опереться на то, что у меня есть. Это больше действительно про возможность иметь. Давайте вот так оно. И тут действительно у человека происходит трансформация, в том плане, что я должен понять, что у меня двери закрыты, при моем вот таком, да, поведении. Ко мне не идут ресурсы, и мне это тоже нужно признать, да, и мне нужно признать, что я, извиняюсь, оказался в полной же, потому что мне не хватает, я испытываю нужду, мне нужно для жизни больше. Но ресурсов нет. Это, я бы сказала, такое достаточно, ну, сильное понимание вообще, для того, чтобы дальше куда-то двигаться. Дай Бог, чтобы он его прошел, потому что, когда человек проходит вот такое, ну, как принятие понимания своей несостоятельности материальной, как правило, здесь получается, как бы, две стороны, или я, ну, принимаюсь, смиряюсь, ну, нет, так нет, да, ну, что ж поделаешь, или я принимаю, и стремлюсь к чему-то, да, вот здесь, смотря, что будет, что выберет мужчина. Дальше смотрим, о чем жалеет. Я здесь хочу кое-что прояснить. Давайте так, жалеет о том, что застрял в состоянии, причем, знаете, не то, что он вынужден в нем застрял, а он сам его выбрал. Давайте так скажу, когда я не получаю тех результатов, на которых я надеялся, да, которые я хотел бы получить в своей жизни, и в то же время я не могу уйти из этой ситуации, не потому, что нет возможности, потому, что я сам не могу, то есть, я немножечко слабоват в этом плане, мне тяжело дается, вот, принятие таких решений, и от этого, вот, зависая в этом состоянии, человек теряет еще больше, понимаете, как будто бы, знаете, как будто, вот, это выбранная зона комфорта, которая ни хрена не комфортная, но, он ничего не хочет с этим делать. Именно, я бы сказала, не хочет, потому, что здесь нужно применить волю, вот, прям действительно, знаете, как бы все устраивает, зачем, зачем стремиться к чему-то большему, зачем напрягаться, зачем что-то, ну, вот, когда, ну, давайте так скажем, вот, вот это вот та пассивная линия, да, ну, вот, как дано, так оно и есть, и вот об этом человек сожалеет, о том, что, ну, вот, поддался на это, да, вот, ну, вот, как дано, вот, на эту давность, поэтому очень даже возможно, что сейчас происходит вот эта трансформация, потому, что все-таки о чем жалеет, это то, что произошло в прошлом, да, а что у него сейчас, это то, что в настоящем. Хорошо, давайте смотреть, что будет делать и будет ли что-то делать. Здесь действительно есть вообще понимание необходимости что-то решать, какую-то вот стратегию устраивать, что-то придумывать, потому что, давайте так скажу, вот здесь вот женщина находится, которая рядом с ним, она прям очень сильно недовольна тем, что происходит. И здесь может быть, в принципе, недовольство не только по материальности, да, то, что у мужчины здесь какой-то коллапс происходит, а в принципе по состоянию, по отношениям, которые происходят, по жизни, которые происходят. Здесь именно, знаете, сейчас примитивно вам протоктую, да, моя женщина недовольна, я зарядил коня, и пошел что-то решать, искать, третий вариант, искать какую-то возможность, которая приведет меня к чему-то. Это уж прям вот, ну вот, настолько примитивно, знаете, вот по картинкам. здесь действительно про то, что человек будет делать, ну, а давайте я вам скажу, это не будет как по жезлам, пошел и начал делать, а здесь я буду продумывать стратегию, именно продумывать, да, как мне прийти к лучшему, что я могу сделать, что я могу изменить, и так далее. И если здесь смотреть королеву кубков, не как женщину рядом, а как его же, как энергию, в которой он находится, это про капризность, про то, что, блин, меня все не устраивает, мне все не хорошо, давай-ка решать, дорогой, что мы будем с этим делать. Вот такой, но здесь само, вот это, здесь, знаете, как бы определителем, вот эта королева, она не настолько важная игра, здесь именно про то, что человек будет стремиться к каким-то вот этим действием, проявлением, даже не то, что действием, а продумыванием, что можно изменить. Давайте возьму для вас совет, что вам делать со всей этой информацией, которую вы здесь получили. Переждите. Вот вам совет. Просто переждите. Чисто дословно, если переводить, что здесь написано, любой ураган вообще заканчивается. Поэтому, если сейчас действительно в отношениях какой-то очень напряженный момент, очень тягостно все происходит, может быть действительно вот настолько все упадническое, что, ну, тут дальше уже и ловить нечего, переждите. Мужчина будет думать, будет принимать какие-то, ну, действия к тому, чтобы изменить ситуацию. Поэтому просто займите ожидательную позицию. давайте так, когда он придет, проявится, ну, вот, будьте с ним. То есть, здесь, знаете, смотрите, что я хочу сказать. Если вы в отношениях с мужчиной, у вас таки немножко натянутые, критические, прям такие отношения, не будьте рядом, но не давите, то есть, дайте мужчине вот эту возможность решить, порешать. если вы временно разошлись, временно не общаетесь, то оставьте мужчину в покое, пускай он сам пройдет свои процессы, а вы займитесь собой. Вот и все. Итак, ставьте лайки, пишите комментарии, насколько вам отыгрывается этот расклад. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И если вы хотите персональный расклад на эту же тему, мои контакты есть в описании, связывайтесь со мной. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.